На Пермской ГРЭС официально запущен четвертый энергоблок. О результатах и перспективах рассказали в компании Интеррау. Коммунальный мост не будут ремонтировать в этом году, а вот систему безопасности установят по ранее утвержденному графику. Пермский край не смог вырваться в лидеры. По итогам первого полугодия регион оказался ниже середины списка по нескольким параметрам. Здравствуйте. Запуск четвертого энергоблока Пермской ГРЭС позволит создать условия для развития существующих и открытия новых предприятий. Об этом сегодня во время официального запуска блока заявил глава региона Максим Решетников. Сегодня в Добрянке состоялся запуск энергоблока ПГУ-800 самого мощного парогазового блока в России. Мощность нового оборудования составит 861 мегаватт. В рамках строительства нового блока проведена реконструкция открытого распределительного устройства. Построена новая секция 500 кВт, расширена секция 220 кВт, а также введена в эксплуатацию вторая автотрансформаторная группа. Блок включает в себя две газовые одну паровую турбину «Сименс». Суммарная мощность электростанции после ввода составила 3200 мегаватт. Она вошла в пятерку крупнейших в России. Как отмечают в Интерао, главное отличие энергоблока в том, что он будет работать по парогазовому циклу, он более экономичный и дает КПД более 58%. Остальные не достигают и 40. Для группы Интерао этот проект является крупнейшим проектом за всю нашу историю. Мы вложили в экономику региона порядка 40 миллиардов рублей. Это обозначает, что были созданы новые рабочие места, создана база по налогу на прибыль, по налогу на имущество, поступающие в региональные и муниципальные бюджеты. Повышена эффективность выработки электрической энергии в Пермском крае, а также повышена надежность. Общая сумма строительства четвертого энергоблока составила более 250 миллиардов рублей. Большую часть энергии планируется поставлять в соседние регионы, Башкортостан, Челябинскую и Свердловской области. Ремонт коммунального моста в Перми перенесен на следующий год. Информацию РБК подтвердили в городской администрации. Такое решение приняли из-за проблем с победителем аукциона по ремонту моста компания «Техноград». По информации здания «Бизнес-класс», сейчас проект производства, ремонтных работ проходит проверку в МКО «Пермблагоустройство». После рассмотрения и устранения всех замечаний будет принято решение либо о расторжении договора, либо о дальнейшем сотрудничестве с данными подрядной организацией. Независимо от этого, 22 сентября организация ООО «Вет» приступит к плановому монтажу системы безопасности. Завершить установку подрядчик должен в 30 ноября. Согласно данным техзадания, на мосту повесят камеры видеонаблюдения, которые будут различать не только номера автомобилей, но и лица людей. Также установят систему сигнализации и оповещения. Поэтому ночью, с 21 сентября, движение транспорта будет осуществляться только по одной полосе. По итогам первого полугодия Пермский край сразу по нескольким параметрам социально-экономического развития оказался ниже середины списка регионов страны. Это следует из данных агентства «Реорейтинг», которое проанализировало статистику Росстата. В частности, по темпу роста работы строительства Пермский край на 70-м месте. Объем выполненных работ чуть больше 41 миллиарда рублей. По итогам полугодия спад почти на четверть. По объему ввода жилых домов 48-я строчка среди других регионов. За полгода введено 266 тысяч квадратов жилья. Снижение почти 13%. Продолжилось и падение в сфере розничной торговли. Оборот более 235 миллиардов. Снижение почти на 4%. Среднедушевой денежный доход Пермяков просел на полторы тысячи рублей. По данным Росстата, реальные денежные доходы выросли лишь в 20 субъектах страны. В рейтинге регионов по индексу промпроизводства Пермский край заинтересован 54-е место. Показатели немного все же вырос. По мнению экспертов, если тенденция сохранится, промышленность станет импульсом по выходу прикамской экономики из рецессии. Нам надо подбирать то, что у нас есть, наработанное, и выходить на высокотехнологичные отрасли, которые не подвержены рыночным кризисам и рыночным рискам. Оборонно-промышленный комплекс через федеральные целевые программы. Это видно невооруженным глазом. Значит, фармацевтическая составляющая, которая позволяет на работе, которые сделаны в науке, у нас полностью. Сырьевой сектор, который надо переориентировать не на выпуск чистого сырья и полуфабрикатов, а на готовую продукцию из сырьевого сектора. Как поясняют РБК-специалисты, вероятнее всего, пермская экономика в этом году начнет стагнировать. По самым оптимистичным прогнозам, рост экономики в нашем регионе может дойти до 2%. По целевому прогнозу, рост общероссийской экономики в текущем году также должен составить около 2%. Объем инвестиций в основной капитал организации предприятий «Прикамья» за год сократился более чем на 15% и превысил 65 миллиардов рублей. Данные приводит Пермстад. Основные вложения компании по итогам полугодия были направлены на сооружение и хозинвентарь. Больший объем средств использовали организации обрабатывающего производства, около 33 миллиардов. Правда, по сравнению с 2016 годом, инвестиции в эту отрасль уменьшились. Также более чем на 7% сократились вложения у предприятий, занимающихся обеспечением электроэнергии. Рост инвестиций произошел в административную деятельность. Также увеличение зафиксировано в сферах водоснабжения и строительства. На этом пока все. Следующий выпуск на РБК Перм через час. До встречи. РБК Перм. Ракурс. Каждый вторник и четверг в 19.35. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин